Хрупкая, нежная, лиричная и строгая одновременно. Все это Екатерина Колодяжная. На протяжении 19 лет девушка не выпускает перо из рук. Твоя боль и мои угрызения, что сейчас я не рядом с тобой. Я тебя напоила бы чаем с вареньем, Охраняла бы я твой покой. Я подушки тебе поправляла, чтоб тебе сладко-сладко спалось. Наибольшей своей победой Катя считает публикацию стихотворений в альманахе Национальной литературной премии «Поэт года». Я стараюсь, чтобы все мои произведения были таким вот теплом пронизаны, такой вот добротой, чтобы это вот... Ну, не только вот печальные эмоции, потому что так грустно, можно много написать, а хочется вот что-то такое доброе, теплое. Помимо литературной деятельности Екатерина занимается и наукой. Уже 8 лет она работает преподавателем, а в прошлом году девушка защитила диссертацию, выпустила монографию и стала доцентом. Я не знаю, круто или не круто, но мне нравится то, что получилось в итоге. Сама научная деятельность по себе это очень интересно, потому что всегда есть куда стремиться, есть что узнать новое. Инвестирование, социальное страхование, налоговый менеджмент и все, что связано с финансами, занимают большую часть жизни девушки. Сперва Катя тоже, как и ее подопечной, была студенткой, а теперь она оказалась по другую сторону университетской жизни и держит во внимании большие аудитории. Екатерина Андреевна является не только хорошим преподавателем, мудрым преподавателем, но еще и очень хорошим и правильным человеком. Она всегда поможет, особенно во время сессии, всегда подскажет, как найти подход к тому или иному преподавателю. Довольно интересно она рассказывает, то есть ее приятно слушать, то есть не засыпаешь на паре и все такое. Мне бы очень хотелось, чтобы вот то, что я даю им, пригодилось в дальнейшей жизни, то есть помочь им себя раскрыть, показать, какие-то навыки приобрести. Екатерина Малафеева, Александр Ратушный, Мариупольская служба новостей.